В эфире новогодний выпуск Клуба знаменитых капитанов. Встреча восемьдесят вторая. Однажды в ноль часов. Катюша, пора закрывать библиотеку. Сейчас, Марья Петровна, я только повяжу на стенку календарь. Какой календарь? Новый, на 1971 год. Да так, да так. Сегодня ведь встреча Нового года. И костюмированный бал в школе. Катюша, Катюша, куда вы пропали? Я здесь за югой. Надеваю маскаражный костюм. Ах, Катюша, когда я смотрю на украшенную елку, я вспоминаю свое детство. Я снова верю в чудеса, сказки. И мне кажется, что вот придут маленькие гномы с новогодними сюрпризами. Кто там? Это мы. Катюша? Кажется, действительно начались чудеса. Катюша! Гномы! Ой, смотрите! Из-за елки выходит настоящая Снегурочка. Это не Снегурочка, а помощник заведующего библиотекой. Мой помощник Катюша. А сейчас она Снегурочка. По правде сказать, мы тоже не гномы, а ученики четвертого класса. Нет, мы гномы. Слышите музыку? Новогодний балл уже начался. В таком случае, почему вы здесь? Мы по поручению. Мне от себя. Мой брат уже большой, в кружке юных моряков. И весь кружок поручил нам повесить на вашу елку вот этот золотой якорь. Да. А он что, сюрпризом, да? Это тайна. Это тайна. Мария Петровна, шоколадный. 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 Наверное, с кремовой начинкой. Наверное. Давайте съедим этот загадочный якорь, а? Это же сюрприз для знаменитых капитанов. Гномы, знаменитые капитаны, чудеса, фантазии. Ну, ребятки, угощайтесь. 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 Спасибо. Спасибо. Вот. Я же говорю, с кремовой начинкой. Ой, как вкусно. Побежали на танцы. Скорей. Скорей. Закрывайте двери, Катюша. Я сейчас вас догоню. Милые книги. Желаю вам в новом году иметь еще больше читателей и почитателей. В шорохе мышина, в скрипе половиц. Медленно и чинно сходим со страниц. Встречки час желанный, сумерками скрыт. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет последней дали, нет таких морей. Где бы не видали наших кораблей. Мы морские волки, просим якоря. С нашей книжной полки к вам спешим, друзья. С нашей книжной полки к вам спешим, друзья. Капитаны. 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 Помогите мне откопать Мюнхгауза. Это не так просто. На него обрушилась большая энциклопедия. Да, ваши годы. Дорогой Мюнхгауза надо быть осмотрительнее. Чего не сделаешь ради науки? Скажите, а зачем вам ножницы и клей? Что вы собираетесь делать? Не собираюсь, а собирался. Я пытался вставить в энциклопедию на букву М свою фамилию. И вдруг этот ужасный книгопад. Только Тартаре Мистероскована, покоритель альпийских вершин, мог бы меня понять. А где он? Одно из двух. Или нежится на руках одного из читателей. Или застрял на праздничной охоте за трофеями к Новому году. А я не вижу в кают-компании Артура Грэйна. Капитан, это и меня беспокоит. Ведь Артур Грэйн никогда не опаздывал. Да, а в такой вечер его могли задержать только исключительные обстоятельства. Вы недалеки от истины 15-летний капитан. Вчера ночью Артур Грэйн постучал в переплет моего романа и торопливо прошептал. Я отплываю близ. Там, в торговых кварталах, я должен найти новогодний подарок для Ассоль. Морской сувенир. Прекрасный, как ее улыбка. Все лавки давно уже закрыты. А заколуки такого порта, как Лиц, это опасное место. Да. А может, его задержал шторм на обратном пути? Мало что может случиться в ночь под Новый год. Мюнхгаузен. Мюнхгаузен, ну что вы задумали, Мюнхгаузен? Помогите высказать эту пушку! Ну что за странные фантазии? Зачем вам пушка? И где вы ее раздобыли? На странице Романовича Ленадова. Из пушки на Луну. А что, вы собираетесь на Луну? Нет. Прямым курсом, плиз, я не могу здесь оставаться. В мягком кресле, в камине. А вдруг Артур Грейт попал в лапу пиратов. Вылетаю ему на помощь, немедленно. Верхом на снаряде. Зачем? Плацкартное место внутри снаряда. Верхняя полка, постель, все удобно. Подождите, но до Нового года осталось мало времени. Когда же вас ждать? Ну, часов, я буду здесь. Слушайте мои позывные. Капитаны, прошу вас выстрелить меня из пушки. Огонь. Как быстро летит время. Мне вспомнился такой же вечер в ночь под Новый год. Наши уютные кают-компании 25 лет назад. О, да. Так же весело встречали дрова в камине. Так же нарядно была украшена елка. Да, да. Да, капитаны, да. 31 декабря 1945 года мы впервые сошли со страниц, чтобы встретить Новый год в клубе знаменитых капитанов. Да, и первым председателем нашего клуба был Гулливер. Я предлагаю и сегодня вручить председательский молоток капитану Левелю Гулливеру. Правильно, просим, осенью Гулливеру. Благодарю вас, дорогие друзья. Благодарю за честь. Но, хотя еще не все в сборе, будем соблюдать традиции клуба. Но вместо песни председателя я предлагаю спеть всем вместе нашу новую новогоднюю песню. Ну что ж, слушаем и поминуемся. Старый год моряк бывалый маску славную сдает и становится шуралу юный шлифер Новый год. Мореходом тут свеет вальет, всемосторный атерон. Запевает на прощанье, запевает на прощанье слава и капитанов. Могам не по нраву люди безвечные, моряк за компасом горко следит. Дороги, дороги, пути бесконечные, опустные ветры и новые встречи, желанные встречи у нас впереди. Вот и месяцы матросы, в семь двенадцать, как один, не пугают и проросли, дарят и древних глубин. Новый год стоит на локте, только смотрит он вперед. Войн на красных лихой команде, войн на красных лихой команде, капитан передает. Морям не по нраву люди безвечные, моряк за компасом сорко следит. Дороги, дороги, пути бесконечные, опутные ветры и новые встречи, желанные встречи у нас впереди. Клянусь, остров Нового года, у нас все впереди. Постойте, капитан Робинзон, а разве есть на морских картах остров Нового года? Да, есть, милейший дик, есть. Русский мореплаватель Кацебу на корабле Рюрик шел от Гавайских островов к Маршаловым островам. Да, да, это архипелаг в Тихом океане. Он состоит из нескольких сотен небольших коралловых островов, от голов и рифов. Да, но подождите, а какое отношение к этому имеет Новый год? Дик самое прямое. 1 января 1817 года в 4 часа пополудни дежурный матрос Салинга заметил остров. Это же писал сам Кацебу в своем путевом дневнике. Он назвал его островом Нового года. Ой, как интересно. Остров был покрыт лесом, а его обитатели были веселыми, добродушными людьми. Высоким уволом, орлиным носом и живыми черными глазами они отличались от других островитян Южного моря. Свои длинные черные волосы они натирали кокосовым маслом, связывали на макушке и убирали цветами. На шее островитяне носили разные украшения из красных раковин. Один из старейшин, рослый и весьма стройный мужчина с большой бородой был татуированным более прочих. В руках он держал большую раковину и извлекал из нее время от времени громкие чистые звуки. Если хотите, можете послушать музыку далеких маршаловых островов. Вау! Откуда у вас такая красивая раковина? Это один из сувениров плаваний на корвете Коршун. Кто оказал нам честь своим посещением в ночь под Новый год? Капитаны, может быть, прибыл Дед Мороз? Нет, Диксент. Всего-навсего Артур Грей, капитан. О, привет! Скажите, вам удалось найти достойный подарок для Ассоль? К сожалению, нет, Диксент. Но зато море вынесло на поверхность новогодний сюрприз, бутылку с сургучом. Вот она. Позвольте, Грей. Так, почтовый голубь моряков бутылка с сургучом. Среди неведомых широк, где буря, шторм и мрак, пустил ее на волю вон неведомый моряк. Ее поймали, но вон нет, и вы не крыльноют. Она в лесу отбрежет, как тусклый изумруд. Плывешь оттуда, путь каков, расскажешь ты о чем. Почтовый голубь моряков, бутылка с сургучом. Почтовый голубь моряков, бутылка с сургучом. Может, спавшийся матрос, забрав остаток сил, бутылку к берегу донес и вновь уронил. А может, смелый следопы, члет весть из корабля, что в новой острове раскрыт чудесная земля. Почтовый голубь моряков, бутылка с сургучом. Почтовый голубь моряков, бутылка с сургучом. Мне не терпится узнать, какое послание заключено в этой бутылке. Вероятно, какое-нибудь поздравление. Думаю. Дело в том, что вахтенный матрос Летников вытащил из воды сверкающий шар из какого-то очень гибкого, но необыкновенно прочного стекла. А внутри этого шара находилась эта бутылка. Да? Ну, открывайте скорее. Открывайте. Записка. Ну, читайте. Так. Поздравляю моих соседей по книжным полкам с наступающим Новым годом. Прошу сообщить всему миру, что я и мои спутники по экспедиции на дно Атлантического океана живы. Мы находимся на глубине около 8 километров в гостях у атлантов. Сделаны чрезвычайные научные открытия и подпись. И подпись. Доктор географических наук профессор Марракот из повести Канан-Дойля Марракотова «Бездна». Адрес отправителя. Атлантида. Большой дворец. До востребования. Это мысль наш. Атлантида. Подождите. Подождите. Капитаны, значит, загадочная Атлантида существует. Где был выловлен стеклянный шар? Координаты записаны в вахтином журнале Голиота «Секрет». Мы проходили мимо больших канарских островов в двухстах милях от порта Санта-Круз. Но морские кечения могли занести туда шар с бутылкой издалека. Никто не знает. Никто не знает, была ли действительно Атлантида, если была, то где. Но о ней написано в диалогах древнегреческого философа Платона. Сказания это, хоть и очень странные, но совершенно достоверные, писал Платон. Он ссылается на рассказ своего прапрадеда-мудреца Салона, слыхавшего о могуществе гибели Атлантиды от египетских жрецов. Простите, даже прадеды этих жрецов не могли видеть Атлантиды. Ибо за 9 тысяч лет до посещения Салоном Египта материк в один день и в одну бедственную ночь исчез, погрузившись в море. А, легенды, гипотезы, теории, миф это или действительность? Со времен Платона и до наших дней ученые спорят об Атлантиде. Троянское царство тоже считалось мифическим на протяжении тысячелетий, уважаемый Гулливер. Однако немецкий археолог Генрих Шлиман нашел развалины Древней Трои во время раскопок на холме Гасарлык в Малайзии. Он шел по следам древнегреческого эпоса о Троянской войне на потеху зевакам, окружавшим место раскопок. Он то и дело заглядывал в Лиаду Гунера, сверяя ход работ с текстом великого поэта. Я хотел бы немедленно встретиться с доктором Марракотом. Неужели он обнаружил Атлантиду на дне океана? Капитаны, капитаны, мы встречали Новый год под всеми шропами, но на дне океана, да еще в Атлантиде. Ой, как это заманчиво, капитаны. А как мы ее найдем, Дик? Ученые до сих пор спорят, где она находилась. Одни ищут ее в Северной Атлантике, другие в восточной части Средиземного моря. Да, но ведь Платон написал ясно к востоку от Геркулесовых столпов. Так древние греки называли Гипралтарский пролив. Совершенно верно. Именно там и была выловлена бутылка с сургучом. Ну, давайте, капитаны, поспешим на странице повести Канан-Тойна Марракотова безма. К величайшему сожалению, капитаны, собрание сочинений достоуважаемого Канан-Дойля в настоящее время дрейфует в Переплетной и прибудет к библиотечным причалам лишь в будущем году. Что такое? Смотрите, капитаны, с книжных полок сходит весьма странная процессия. Да, четыре матроса в тюрпанах и полосатых площадках. Обратите внимание, в ушах серьги. Капитаны, незнакомцы выкатывают ковровую дорожку. Видимо, для важной персоны. Эй, матросы, какого вы корабля? Исчезли, не проронив ни слою. Это просто новогодние шутки. Нет, не думай. Они вышли из арабских сказок «Тысяча одна ночь». Я сейчас загляну в книгу, капитаны. А-а-а-а-а-а, несчастный! Захлопнись скорее, переплет, иначе дворцовая стража Шахерезады отрубит тебе голову. Я к этому вовсе не стремлюсь, тем более в новогодний вечер. А, собственно говоря, с кем имеем честь говорить? Синдбад-мореход. Паде и в Дамаске, и вблизи, и вдалеке. Хорошо известны сказки о Синдбаде-морике. И сама Шахерезада Лучезарна и легка Рассказать о них в радах про Синдбадо-морика. Халва! Макева! Халва! 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 Я объездил чудо-страны, поднимался в облака. Не забудут капитаны про Синдбада-морика. Кто постранствовал по свету, было дома вдалеке, тот запомнит песню эту о Синдбаде-морике. Халва! Макева! Халва! А, Синбад, мореход, мы очень рады видеть вас в кают-компании. О, знаменитейший из знаменитых капитанов, я как раз привел из Басры корабль с полным грузом жареного миндаля, хисташек, грецкого ореха. Все это к вашим услугам, как и ваш недостойнейший слуга Синдебад, мореход. Это мой подарок к вашему новогоднему столу. О, благодарим. Признаться, я завидовал вашим сказочным приключениям. Да не просто сказочным, Дик. Ведь Синд, странствия Синдбада, морехода перекликаются со многими арабскими дорожниками. Например, сочинение географа девятого века Ибн Хардабека, книги путей и царства, книги чудеса творений Аль-Казвини, ну это уже тринадцатый век, и других путешественников. О, высокий калиф необитаемого острова, дозволь мне поклониться твоей мудрости. Скажите, а почему вы пришли с этой старой медной лампой? Халма-Алма, это волшебная лампа. Да. Я взял ее у моего соседа по сказкам Шахерезады, прекрасного юноши Аладдина, сына Хасана Портнова. Любое ваше желание под Новый год будет исполнено. Скажите, ну почему же Аладдин в канун такого праздника остался без своей волшебной лампы? М-м-м, Халма-Алма, он мусульманин, он празднует Новый год по лунному календарю. Что верно-то, верно? М-м-м, Дик, в магометанских странах принят не солнечный календарь, а лунный, понимаешь? Лунный, лунный год на 11 дней, короче, солнечного, в нем всего 354 дня. И если там однажды встречали Новый год в январе, как мы, то через десяток лет его будут встречать там в конце лета. Это блуждающий Новый год, подтверждаю, как человек, бывший в плену у мавританских пиратов. Скажите, пожалуйста, а как пользуются свои лампы Аладдин? Алда-балда, ничего не может быть проще. Надо только потереть лампу. Вот так. Вот. И произнести заклинание. Хал-ал-ла-чал-мал-мал-да-балда-хал-а-балда. Чудеса за чудесами. Смотрите, капитан, какой огромный джин. Я джин-каш-каш, сын Маймуна. Я раб лампы и раб того, у кого в руках лампа. Что хочешь, приказывай. Уважаемый джин-каш-каш, перенесите нас, пожалуйста, на дно океана. Куда именно? Атлантида, большой дворец. И не забудьте нарядить нас в глубоководные костюмы атлантов. Слушаю и повиную. Слушаю и повиную. Это я, корпоральный старошкор. Еще минуты и я схожу нахуй. Черт. Чуть не упал. Оказывается, открыто. Подумайте, никого. Неужели я прибыл первым в кают-компанию клуба знаменитых капитанов? Неужели первым? Ну, первым. Так первым. По крайней мере, не будет споров, кто председатель. Председателем единогласно избран глава клуба охотников за фуражками, губернатор острова Порт-Тараскон, почетный альпинист, наездник на верблюдах, владелец Баобаба, Игра за львов. Вы, конечно, догадались, кто это. Ну, разумеется. Тартарен из Тараскона. Имеются вопросы? Вопросов нет. Тогда разрешите предоставить слово кому-нибудь из наиболее знаменитых путешественников, присутствующих здесь. Ничто не желает? Нет. Ну, тогда мы будем просить самого Тартарена рассказать о своих путешествиях, о самом себе. Если вы так настаиваете, мадам мусею. Видите ли, Альфонс Додде утверждал, что во мне сочетались две натуры. Дон Кихот и Сан-Шаканса. Ну, они, разумеется, не ладили друг с другом. Это была непрерывная, междоусобная война. Если Тартарен Дон Кихот, возбужденный рассказывая Густаво Ямара, восклицал, я еду, то Тартарен Сан-Шаканса, думающий о своих ревматизмах, говорил, я остаюсь. Покрой себя славой, Тартарен, кричал во мне Тартарен Дон Кихот. Покрой себя фланелью, отвечал Тартарен Сан-Шаканса. Если Тартарен Дон Кихот, топор, ай, чем у меня топор? На это Тартарен Сан-Шаканса, позвонив в горничный, говорил, Жан-Эте, подайте шоколад. Ну, кто в этой борьбе победил, пусть судит история. Скромность не позволяет мне много говорить о себе. Хау-лау-ла, 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 я высоко ценю благородное чувство скромности, но вашего покорнейшего слугу, Синдбада морехода бесконечно интересует, кто вы, о, незнакомец. я? Ах, странный вопрос, мс. Синдбад. Спросите обо мне у львов, царей пустыни дикой, и скажут львы без лишних слов, что я стрелок и дикой. Но на шакалов и гиен не трачу я патрона. Мой друг пред вами, тарталер, любимец да роскошен. Зверей грозили мне клыки, на Альпы я взбирался, меня глотали ледники, но я живым остался. Ха-ха-ха, мой домик там среди белых, тем, где тихо плещет рона. Я тарталер, я тарталер, любимец да роскошен. О, после такой чудесной песни надо подкрепить силы. Прошу вас, отведайте мои дары. Да, нет, фисташки, нет, нет. Изюм, грецкие орехи, нет. Изюм? Изюм. Изюм. Да, да. Без косточки, боже мой, сколько раз я лакомился и в Сахаре. Как вы удостоили великую пустыню своим посещением? Странный вопрос, странный вопрос, весьма. Читайте необычные приключения Тартарена и Староскона. Я хотел бы обратить ваше внимание на такие захватывающие главы, как охотники за фурасками. Был ли Тартарена и Староскона лгуном? Или на шпагах, милости государи, на шпагах, а не на шпиках. С оружием, с оружием, и львы подлаться с Питер. Менее известна читателям вторая книга о моей жизни, Тартарена Альпах. Здесь Альфонс Додей делает попытку описать мое восхождение на вершины Юнгфрау и Мамблан. Кое-что ему, конечно, удалось. Ну, а в третьей книге Портера Скон описано мое путешествие на корабле Чи-Чи-Пам-Пам. Ну, заканчивая книгу, Додей писал бедный, великий Тартарен. Все-таки какое совпадение! Солнечное затмение в день его смерти. Ха-ха-ха! Додей ошибся. Четверть века тому назад, в ночь под Новый год, я сошел со страниц, чтобы начать новую жизнь в клубе знаменитых капитанов. Балда-балда! Сама царица Шахерезада посвятила бы тысячу вторую ночь вашему высшей степени достоверному рассказу. Я всегда ценил восточный вежливость, дорогой Синбад Малифот. Но, знаете, меня беспокоят где мои друзья. О, осмелюсь заметить, они отбыли. в Атлантиду в гости к Атланту. А вдруг они в опасности? Где мои плечи? Где мои плечи? Сотворяк! Сделай кастрюлю! Вот она! Вот она! Кастрюля! А где коллекция кинжалов? Скорострельные ружи! Вот-вот! Вот! Вот все! Я готов! Да, но как я попаду к Атлантам? А ваши высокие друзья воспользовались старой медной лампой Аладдина. Ну, Аладдина, сына Хасана Портнова. Сейчас я потру волшебную лампу исключительно из уважения к вашим подвигам. Я Джин Кашкаш, сын Маймуна. Весьма рад познакомиться. Еще и Кашкаш, сын Маймуна. Перенесите меня, пожалуйста, в гости к Атлантам. следом за моими друзьями. Слушаю и повиную. Капитан Немо, Робинсон Крузо, капитан Курбета Коршун, Лемуэль Булливер, Дик Сент. Кажется, команда в сборе. Да, капитан Афгрей. Все, кроме Тертарена и Мюнхгауза. Я буду вашим гидом. Ведь я бывал в Атлантиде. Вы можете прочесть об этом в романе 80 тысяч километров под водой. Клюз, Маракотовы, бездны. Не могу понять, почему вы не доставили нас сюда на своем маутилусе. Более 20 тысяч книг написано об Атлантиде. А я видел ее только на страницах Жюля Верна. И мне захотелось взглянуть на исчезнувшей материк глазами Канан Дойля. Включите нагрудные фонари и следуйте за мной. Смотрите, капитаны, разводные фонари. Развалины большого амфитеатра. А вон вдали взгляните. Да, набережная с маяком. Наверное, этот город был морским портом. А вот вход в центральную крепость или полет. Любезные друзья, смотрите, какое, какое огромное здание. Оно походит на остатки храма Карнака Луксория в Египте. Действительно, какое огромное здание, а колонны, увенчанные огромными капителями в виде цветов лотоса. Как жаль, что здесь теперь обитают только стаи серебристых угрей. Капитаны, капитаны, взгляните направо. В эту перламутровую комнату, похожую на почивальню королевы. Возле ложа устроился уродливый черный моллюск. Да, мозаичный мраморный пол. Смотрите, большие статуи у стен. И ваш специальный корреспондент доктор Маракот. О, доктор Маракот. Доктор Маракот. Впрочем, некоторые меня именуют самым черстым шукарем на свете. Весьма рады такому лесному знакомству. Нам хотелось бы узнать, достопочтенный профессор, в чем состоит ваше научное открытие сенсационного характера. Я открыл подводный город Атлантов, но не разваленный мертвого города, который вы имели удовольствие видеть. Дело в том, что небольшая горстка могущественного племени Атлантов спаслась во время гибели Атлантиды. Каким образом? Да. Они знали приближавшейся катастрофе и вырубили в подводных скалах храм безопасности. Как угодно. Там сейчас обитает в добром здравии несколько тысяч Атлантов. Скажите, а как они живут под водой? Огромные машины, вырабатывающие воздух, кистерованную воду и другие необходимые продукты были заблаговременно помещены в стенах храма безопасности. Машины даже производят чай, кофе, вино. Удивительно, не правда ли? Скажите, пожалуйста, доктор Маракот, А какая энергия приводит в движение все эти машины? Электричество. Уголь добывается в подводном руднике. Атланты сохранили высокую цивилизацию своих предков. Они владеют тайнами электричества и чудесами химии, а кормят подводных людей бессмертные дары океана. Фантастика. Да. Фантастика и реальность. Мечты и действительность. Как причудливо перекликаются они между собой. Слушая вас, профессор, я невольно вспомнил солнечный сентябрьский день этого года. Феерия алой паруса находилась в сумке одной симпатичной туристки из Ленинграда, а дело происходило на всемирной выставке в Японии в городе Осака. Осмотрев великолепнейший павильон СССР в виде алого знамени, мы направились в павильон японской фирмы Митсубиси. Эскалатор доставил нас в пучину вод. Над нами проплывали огромные рыбы, освещенные ярким светом, а вокруг на морском дне раскинулся подводный город. Жилые дома, деревья, газоны были покрыты сверкающим стеклом. Мимо нас проносились подводные автомобили, тракторы обрабатывали плантации водорослей, мы видели машины, добывающие на дне моря уголь, железо, золото, работали нефтяные вышки. И вот так осматривая модель подводного города будущего, мы познакомились с мечтами японцев. Да, да, мировой океан неизмеримо богаче суши. И отрадно отметить, что на виду с новой профессии космонавтов на земле появились акванавты, покорители морских глубин в Советском Союзе, во Франции и в других странах. Пройдет немного лет, капитан, и в школах будут изучать карты морского дна. Да, дик, да, уже наносятся на карты дна мирового океана все новые горные цепи, потухшие действующие вулканы, глубоководные впадины, долины, подводные реки. Вы забыли упомянуть о богатейшей флоре и фауне мирового океана Робинзон. И недалек тот день, капитаны, когда Новый год станут встречать и обитателей подводных селений и городов. А какие походы, путешествия будут совершать земляне по дну океана пешком? Пешком? Уважаемые капитаны, я уверен, они будут чувствовать себя в полной безопасности, как я в Атлантиде. Простите, доктор Маракот, А как вам удалось спастись? Лишь не гигантского рака оборвали трос. Кабина моей экспедиции упала на дно. Мы задыхались. И тут нас спасли Атланти, надев на нас стекловидные костюмы с запасом воздуха. Опять Атланти, оборвались. Уважаемые капитаны, странно, но на вас подобные костюмы. На помощь! На помощь! Капитан Тартарен! Капитан Тартарен! За мной какие-то чудовищные лягушки. Какие лягушки? Это очень опасно. Слепите их, анаряне. Ага! Они разбегаются! Благодарю вас! Благодарю вас! Нам тоже пора, между прочим, уже разбежаться и нырнуть. Пардон, вынвернуть для встречи Нового года. Вы знаете, который час? Знаем, Тартарен. Но как мы отсюда выберемся, капитан? Как? Ведь волшебная лампа Аладдина осталась в библиотеке. Я лично не буду опережать фантазию моего автора. Я стану сверенному до последней страницы. Но вас я отправлю на поверхность океана в грушевидных стеклянных колпаках, описанных Канан Дойлем в пятой и последней главе Маракотовой бездны. Прошу принять на память о нашей встрече венок из семицветных кораллов. Это подарок для самой прекрасной девушки на земле. Благодарим вас за все, профессор Маракот. Счастливого подъема. До свидания. До свидания. До свидания. Снять колпаки. Я вижу обломок рей. Плывите за мной. Держитесь. Держитесь за обрывки снасти, капитаны. Все это прекрасно. Мы там обещали навстречать Новый год посреди океана. А в бункере и боже мой, безденки, безденки. Ужасно. Ужасно. Инхолзер, откуда вы? Я из Кападана. Тартарей. А зачем вы куда летали? Я сюда не летал. Я летал в Лисе. А попали в журмаган. Еще одна правдивая история. Не угадали. Загадочная история, Тартарей. Неведомое происшествие с Артуром Краем. Он застрял в Лисе. Но, капитан, почему у вас такие грустные лица? отчего они должны быть веселыми, дорогой Мюнхгаузен. Приближается Новый год, а мы посреди океана. Мюнхгаузен. Мюнхгаузен. Капитан, капитан, смотрите, какой-то корабль, сияющий огнями, расцвеченный флагами. Ясно вижу алые паруса. Если не ошибаюсь, это Голиот секрет из Фьерри Александра Грина. Но, как он здесь оказался? Капитан, мало ли, что может случиться в ночь под Новый год. А на капитанском мостике, смотрите, Синбад мореход. С сердцем чувствую, моя любимая, моя Ассоль узнала от Синбада морехода, куда мы держали курс. Артур! Ассоль! Я привез тебе коралловый венок из Атлантиды. Эй, на Голиоте, отдать парадный трап. Приглашаю на новогоднюю елку всех наших друзей, где бы они ни находились. В морях, на суше, в воздухе и на книжных полках. Дедуля, дедуль, радио включи, я не дотягиваюсь. А что, сегодня воскресенье, что ли? Да, и уже десять часов, и скоро через десять минут будет клуб знаменитых капитанов, хочу послушать. И так каждый воскресенье. Шорохим мышинам скрипит половис, медленно и чинно сходим со страниц. Шелестят каптаны, чей-то мне звенит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Каждое воскресенье в десять-десять на эхе Москвы клуб знаменитых капитанов. Все мы капитаны, каждый знаменит. Радио Эхо Москвы. В Москве венадцать часов. Шорохим мышинам скрипит половис, медленно и чинно сходим со страниц. Шелестят каптаны, чей-то мне звенит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. капитаны, я в жизни не видал такой елки. Она выше мачты, посмотрите. А я никогда не встречал на кораблях такого блестящего общества. О, наши соседи по книжной полке и все в новых нарядных переплетах. Приветствую вас, достопочтенный Дон Кихот и любезный Санчо Павел. Рады видеть вас, Том Сойер и дорогой Гекаль Берефир. Приветствую вас, какая честь ваш высочество, принц и нищий. О, три мушкетера, смотрите. Ха-ха, Максимка, ребята из Сенегории и Шваббрани. Внимание, внимание, взгляните, Тимур и его команда в полном сборе. Желаю увидеть вам новые страны, быть поварю в новом году. Если вам помощь нужна, капитаны, команду свою приведу. Мы тоже с друзьями в погодах бывали, изведали голос, и жар и с нами сидел у Конрада при Валек Аркадий Петрович Гайдар. Ап! Дядя Степа! Дядя Степа! Самый высокий в мире моряк! Ваши слова, любезный дядя Степа! Я по поручению клубу знаменитых капитанов день 25-летия. Не видна волна в эфире, но кругом обходит свет. лет. Вы звучали в целом мире 25 заветных лет на коротких и на длинных от Москвы до Сахалина, от Ташкента до Берлина, от Парижа и до Клина. И сегодня капитанов, знаменитых моряков, переплывших океаны, победивших ураганы, поздравляет Михалков! Милый Артур, впрочем, нет, капитан Грей, есть еще один новогодний сюрприз, спешное письмо с адресом Москва радио клубу знаменитых капитанов. Разрешите, Асоль, я должен занести содержание письма в актельный журнал. Спасибо. Газетная вырезка, следы Атлантиды и звуку приписка карандашом. Это известие облетело мировую прессу. Читайте скорее, Дик, скорее. Обследуя с хитросамолеты прибрежной воды Багамских островов, известный французский археолог Акфанап Рабяков заметил на дне океана около острова Северной Беними остатки каких-то строений. Спустившиеся под воду вдолазы увидели огромные стены, длина которых превышает сотни метров. Стены состоят из громадных блоков, вес которых, как полагают, около 25 тонн. Археологи считают, что возраст этих, находившихся прежде, на поверхности земли сооружений достигает 8-9 тысяч лет. Археологическая находка в районе Багамского архипелага вновь привлекла внимание ученых к тайне Атлантиды. Быть может, легендарная Атлантида, погрузившаяся на дно океана, находилась в районе Багамских островов, капитаны... Едем, 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 едем. Поздно, поздно. Новый год швартуется укричало. Прошу всех к столу. Очаровательная соль. Карл Фридрих и Иеронимен Гарсен к вашему слугу. Посмотрите, лангусты, омары, креветки, устрицы, супы, закурь их, плавников. Ах, какой аромат. Вот этот салат из морской капоти. Новогодний гусь. Вы предпочитаете гуси с запеченными яблоками или с румяной картошкой, капитан Тартаренко? Я предпочитаю есть гуся вдвоем. Как так вдвоем? Очень просто. И я, и гусь. Друзья мои, капитан, наполните кубки волшебным напитком из лучших плодов зурбагана. Гуси, прошу вас, друзья. Хорошо. Миталовен. Миталовен. Новый год уже поднимается на капитанский мостик, друзья. Ной часов ровно. Новый год становится к штурвалу на 365 дней. Счастливого плавания! С Новым годом, девочки и мальчики, мамы и папы, бабушки и дедушки! С Новым годом, юные моряки! С Новым годом, юные путешественники и следопыты! С новыми мечтаниями на палубах кораблей и у походных костров! Я поднимаю бокал за веселые каникулы, за елки, за катки, за феерии и фейерверки, за полет фантазии! Приглашаю всех желающих приять участие в мотоциклетных гонках по кольцу Центур! А я поднимаю бокал со всех друзей клуба знаменитых капитанов старых и новых! Свистать всех в библиотеку! Готовай! По книжным полкам, друзья! И, как говорится в романах, продолжение следует! КОНЕЦ